Всем привет! Блокпост начинает работать! Рубрика «Чёрный ящик» Всем привет! Вот только вчера побывался в стольном городе Вологде и прикупил вот такую коробочку, которую сегодня и будем с вами вскрывать. Коробочка стоит 370 рублей. Не знаю, видно или нет. Коробочка в принципе старая. По времени изготовления, но новая по времени производства. То есть формы-то старые, а производят их время от времени допечатывают. Ну так мне, по крайней мере, в магазине сказали. Французские рыцари, 15 век, на Столетнюю войну. Возникает вопрос, зачем мне они нужны? Сейчас расскажу. Так, что у нас на задней стороне? Оп! Вот на задней стороне, обратите внимание, звезда отошла от своей традиции показывать фигурки, какие в коробке имеются. А вот есть реклама каких-то, видимо, наборов, которые вышли в то время, когда появился этот набор. Ну да бог, с ним они нам неинтересны. Наполеоника я не увлекаюсь. Итак, французские рыцари, 15 век, Столетняя война. Вскрываем. Такс. Внутри мы находим серый полиэтилен и бумажка. Ну давайте посмотрим бумажку сначала. Вот здесь, как видите, никаких нету больше правил от звезды, никаких характеристик они не печатают. Просто картинки. Причём, обратите внимание, черно-белые, но, видимо, фигурки-то покрашенные. Жаль, что не выложили это на коробку. Интересно было поглядеть. Так, ну и здесь, в принципе, не столько сборка, сколько раскладка, кому какой коняшка подходит. Ну я думаю, что в массе своей здесь лошадки взаимозаменяемые, как обычно. Давайте посмотрим на сами, так сказать, фигурки. Первый элемент из горки серого полиэтилена – это командный литник. Так, значит, начнём мы с него. Значит, вот здесь, вот, первая фигурка – это командир. Ему вот такая вот лошадка с замечательной попонкой, разделённой на части. Тут лилии уже вырезаны. Это очень плохо, потому что лилии придётся срезать, если ты не хочешь именно так красить этого бойца. А сам себе фигурка замечательная, с клевцом, шлем с панцирем, доспехи на 15 век, пластинчатые. Всё хорошо. Вот если бы ещё коняшку не испортили этой попоной, есть его щит маленький, как в 15 веке и практиковалось. И щиточек тоже, видите, испорчен лилией. Ну, в принципе, щит можно как сделать? Замазать зелёночкой, выровнять рельеф, да, и можно рисовать на нём всё, что хочешь. А можно вообще обойтись без щита, потому что в 15 веке для рыцарей это не особенно актуально. Итак, командир, он же генерал. Фигурка 2. Номер 2 – это трубач, он же дудочник. В общем-то, стандартная вещь. Замечательная фигурка, прекрасная. К сожалению, курточка испорчена лилиями. Опять же, если вам она не требуется, то придётся срезать. Шлем с пёрышкой, тут лентами. Сама труба сделана хорошо. Вообще, звезды из качества в этом наборе прямо зашкаливают. И красить это будет одно удовольствие. Лошадка у него такая вот облегчённая, без налобника на лошади. Простая попонка – это большой плюс. Можно красить его, как хочешь. И на грудник предполагается кожаный, с остальными блямбами, ну, судя по тому арту, который на коробке нарисован. Повторюсь ещё раз. Если бы не выдавлены заранее лилии, фигурка была бы просто вот сумасшедши классная. А так, есть небольшой недочёт. На мой взгляд. Фигурка номер три, знаменосец. Ну, здесь, что мы видим? Бойца, в общем-то, в пластинчатых латах. Опять же, на 15 век. Прекрасное знамя. Прекрасное знамя, опять же, испорченное лилиями и крестами. Если бы это всё не выдавливалось, а просто было бы чистого полотничья цены, бы просто не было. А так, ну, придётся что-то думать, если данный вариант рисунка не устроит. Вот. Если бы какой-нибудь бешеный казуал и любитель оригинальности. Так, лошадка тоже облегчённого типа. Значит, ну как, без попона, зато есть налобник и стальной нагрудник. В общем, покрасить всё это можно будет здорово, интересно, красиво. Сидёлка высокая такая рыцарская. В общем, прекрасная облоя, как уже сказал ранее, нет даже в помине. И неожиданная фигурка номер четыре. Это оруженосец, волокущий копьё своего командира. Данная фигурка, насколько я понимаю, это дань уважения, реверант, сторону любителей гиарам. Потому что для игры, ну, я не знаю, можно, конечно, его поставить в отряд, но как-то, если у тебя скачут ряд рыцарей, то как-то вот такой вот паренёк, который слегонцой такой едет и копьё на плече везёт, ну, как-то будет выглядеть немножко нелепо, на мой взгляд. А так, это классический оруженосец. У него, значит, стёганный доспех. Поверх лад ноги в ботфортах, на голове шапка. То есть, явно человек такой не собирается лезть в бой, он просто везёт копьё. Кстати говоря, вот лошадка у неё самая лёгонькая, абсолютно без всяких усилений. И у неё, обратите внимание, есть вот здесь вот на пузе вторая дырочка. Ну, одна-то дырочка для ноги, понятно, чтобы закрепить садник. А вторая как раз под тот самый щит, вот под этот, который оруженосец, по идее, везёт. Он везёт копьё своего хозяина и щит своего хозяина. Вот, куда её пристроить в игру? Ну, это надо думать отдельно. Так, фигурка замечательная. А если вы собираете, допустим, просто некого отряда рыцаря, который скачет по дороге, ну, прям вот флаг вам руки. И вот такой большой ледник на пять фигурок. Таких ледников у нас три, они все одинаковые. Таким образом, получается пятнадцать и четыре девятнадцать фигурок в наборе. Сразу хочу сказать по лошадкам. Обратите внимание, лошадки здесь представлены я. Они повторяют те же самые лошади, которые имеются на командном литнике. То есть, весь отряд у вас будет ехать на четырёх типах лошадей. Это не очень удобно, но тем не менее. И, насколько я понимаю, один тип лошадей, в частности, вот эти вот с блямбами и кожаным нагрудником, они подходят только для этих всадников. Почему? Потому что у них ноги сделаны не параллельно друг к другу, и поэтому одно отверстие в одном месте на одной стороне лошади, да, а на другом оно находится немножко впереди. Поэтому, чтобы вот такие всадники хорошо держались, если вы их сажаете на штырёчки, вот эти вот заранее подготовленные, да, то им только вот эта лошадка. Ну, а все остальные рыцари, по-моему, все они взаимозаменяемые. Хотя, опять же, вот эти фигурки стрелков, они также плотно садятся только вот на своих лошадок. Почему? Потому что есть небольшая конструктивная особенность. Опять же, дырочка на пузе, которая нужна прежде всего стрелкам. Так, ну, давайте подробнее. Так, первая фигурка на литнике, рыцарь 15. В белых пластинчатых доспехах, шлем с забралом в виде собачьей морды, такой клюв, копьё у него отдельно вставляется в отверстие, и во вставленном виде видно, что рыцарь скачет в атаку, копьё наклонив. Сзади у него кургузый такой плащик, как было принято у благородных ребят того времени. Никаких героических знаков на нём практически не нарисуешь, ну, если постараться. Ну, и на вымпеле что-то можно. Щита нету, так что герб рисовать тоже негде. И проблема в том, что вот эта лошадка, которая ему предусмотрена, она с попоной, конечно, но попона уже с выдаленными лилиями, как у командира. То есть, видимо, предполагается, что это какой-то просто наёмный рыцарь, который является частью отряда. Наверное, так. Ну, в общем, фигурка прекрасная, но мне она, честно говоря, пока так не нужна. Персонаж номер два ещё более пафосный парень. Забрало поднятое, мечом машет, сзади там какая-то штука развивается. Щиточек на плече маленький, очень аккуратненький, пустой, кстати, можно рисовать чего хочешь. Вон тут какие-то рукава, что ли, не знаю, украшения. Вот этот прекрасный рыцарь, вообще замечательный. Рисуй его как хочешь. На щите можно что-то изобразить. Вот прям вот это замечательный, прекрасный паренёк. Его лошадка, вот эта вот, я так понимаю, с наголовником, с конь, причём с рогом таким, выстанным, с шипом. Значит, нагрудник стальной, но, правда, попоны нет, при желании можно и долепить, в общем-то, если вот заморачиваться совсем. Но это такой типичный 15 века всадник. Прям шикардосный, шикардосный. И мне он, в принципе, тоже пока мест не нужен. Переходим к главной мякотке этого набора. Это две фигурки конных стрелков. Ну, или шесть их на набор, получается. Вот, собственно говоря, ради этих пацанов я набор и приобрёл. Значит, это абсолютно две одинаковых фигурки, прямо идентичных. Железная шляпа Шабальдафлера с лентами, бригандина, заклёпочки торчат. Значит, рукава латная, ноги до колена тоже в броне. Значит, одна рука сделана прямо заподлицо с телом. Значит, поддерживает она стрелковое оружие. А вторая часть, вторая рука у них отдельно. Значит, и чем хорош набор, здесь можно взять, допустим, арбалет. А таких арбалетов два в наборе на литнике. То есть, можно сделать двух конных стрелков из арбалета, что я и буду делать. А есть также ещё и аркебузы. То есть, можно сделать, их тоже две, кстати. И можно сделать двух конных аркебузеров, но я их делать не буду. Вот. Если вы делаете конных аркебузеров, то есть вот такие две сумочки. Для, видимо, для боеварипасов. Вот они у меня останутся так. А для конных арбалетчиков есть вот такая замечательная штука. Колчан со стрелами и сделанный рядом с ним ворот. Козья ножка, как он называется. Это как раз ворот для того, чтобы взводить арбалет прямо на седле. Значит, ну понятно, руку с оружием закрепляем здесь. Она ложится в нужное положение. А вот обвес. Для этого мы берём вот этих вот коняшек, уже которых видели у оруженосца. Такие же, да, коняшки. У них есть опять та же самая дырочка на пузе. И вот сюда-то всё и пристёгиваться. И арбалетчик такой шикардосный, скачет. У него тут болтаются стрелы, он стреляет. Замечательная фигурка. Та же не фигурка, а шесть. И заключительный боец в наборе. Это, ну, скажем так, условно говоря, лёгкий всадник. Лёгкий, средний всадник. В общем, не рыцарь. Некий такой не очень тяжёлый боец, но тоже конный. У него шлем бацинет с подбородок открытый. Значит, латные доспехи, латные ноги, меч. Шлем с пером, кстати, хорошего. Единственное, плохо, что на курточке, помимо терчатой, сверху, сделан этот крест косой Андреевский. И это, опять же, плохо, потому что, если он тебе не нужен, её придётся срезать. Ну, ладно, срежем. В руке он не держит какое-то оружие. Я помню, что я читал про это оружие, что оно было. Ну, что-то такое, честно говоря, не очень понятно. Какое-то гранёное лезвие. То ли бить им, то ли колоть, то ли рубить. Я так понял, что художник, который рисовал коробку, тоже не очень понял, что это за вещь. В общем и целом, будем думать, может, просто нормальное копьё воткнём, благо срезать его очень легко, кулачок просверли, ставь проволочку, будет тебе боец с копьём со стандартным. А можно это оставить. Так, значит, ну, сзади вот он так выглядит. Ну, красивый боец. Такая вот вспомогательная кавалерия. Не всадники, не рыцари, а вот такие вот некие простолюдины на конях. Вот у него как раз эта вот коняшка с кожаной нагрудником с блямбами, как я уже ранее говорил, так как ноги у него сделаны в разных, что называется, плоскостях, то вот именно только эта коняшка позволяет этого всадника посадить жёстко, если сажать на шпильки от звезды. А если сажаете по-другому, там, на клей, там, на штифт, то можно взять любую лошадку. Так, теперь давайте попробуем прикинуть, куда может потребоваться данный набор, какие он закроет ниши, если мы исходим из того, что набираем отряды на игру по правилам «Сдубленный лев», и нам нужен период XIII-XIV век. Ну, в силу заданных условий, понятно, что рыцари вообще не попадают никуда, потому что они ярко выражены на XV века, и, конечно, можно не заморачиваться, я невеликий знаток и невеликий казуал, но всё-таки хотелось бы, ну, чтобы XIII-XIV век он был, ну, был XIII-XIV веком. Поэтому рыцари, наверное, мы просто отправим пока в хранилище, в мешочек положу, пусть лежат. Значит, понятно, что мы используем вот этих вот ребят, три фигурки, с этой штукой не знаю с какой, плюс один вот этот оруженосец, ну, копьё ему отпилим и ставим нормальное в руку. Вот, это будут четыре всадника, и вполне себе могут составить отряд сержантов. Отряд сержантов почему бы и нет. Сюда добавим трубача, сюда добавим знаменосца, и это будет отряд сержантов на службе у какого-нибудь командира. Собственно говоря, возьмём вот эту лошадку с попоной, так, с лилиями, посадим сюда фигурку какого-нибудь и аутентичного XIV века рыцаря, нарисуем ему какую-нибудь там тоже лилию на щеке, и, пожалуйста, у нас будут прямо, прямо всё будет красиво и интересно, потому что элементов XV века у этих ребят немного. Так, ну и, конечно же, в дело пойдут арбалетчики. Начав собирать ростер на Западную Европу, я обнаружил там возможность собрать отряд конных сержантов, вооружённых арбалетами. Почитал правила, мне показалось дело интересным, и, сказано сделано, я стал просматривать производителей в надежде разобраться, кто из них производит данные миниатюрки. И выбор тут, надо сказать, небогатый. Во-первых, я так обрадовался, посмотрел на это название, есть прямо целый тематический набор, конные арбалетчики Тевтонского ордена. Ну, прям красота и шикардосная, да? XIV век, что ещё надо? Потом посмотрел на компанию, а это Марс. Потом посмотрел фотографии в интернете, как выглядят эти фигурки, и понял, что 12 этих фигурок недаром не нужны, потому что, ну, ребята, Марс надо брать, только когда ничего другого брать. Ну, не можешь. Поэтому очень специфические фигурки, очень специфические там качества, да и полиэтилен там тот ещё. В общем, я от Марса отказался, даже не пытаясь его купить. Следующая компания – Redbox. Европейская наёмная кавалерия, лёгкая кавалерия. Вот. Ну, там тоже на 15 век. Ну, здесь уже, как говорится, не до жиру. У Redbox качество получше, хотя, если честно говоря, там тоже не особенно. Вот. Но арбалетчиков там в наборе всего 4 штуки, а надо 6. То есть, если ты покупаешь набор Redbox, то надо либо две фигурки где-то конверсить, делать арбалеты как-то там, не знаю, либо покупать два набора. Ну, покупать два набора, ну, это, конечно, перебор. Хотя, в принципе, там есть остальные фигурки, это всё как раз вот это вот подходящее под название конные сержанты. То есть, можно, в принципе, взять. Можно, в принципе, взять, но я брать не стал, потому что есть звезда. А звезда нам, во-первых, даёт прекрасное качество. Это плюс. Второй плюс. Их там как раз 6 штук. То есть, покупаешь одну коробку за не очень большие деньги. Ещё кое-что там можно использовать другие фигурки кое-куда. В третий плюс звезды. Это то, что его можно, в принципе, купить. Мне лично можно просто купить в магазине. Не заказывать в интернете, там, не путаться с барахолками какими-то. То есть, просто съездить до магазина, заплатить деньги, купить и привезти домой. В среднем на барахолках с рук такие наборы продаются рублей по 300, да плюс рублей 250 на пересыл. Ещё какого качества приедет, да ещё почта может потерять. В общем, прикинув все за и против, я решил, что звезда наша всё. И купил данный набор. Ну, а в целом, ребят, я хочу сказать, завершая свой обзор, что покупкой я очень доволен. Фигурки оправдали мои ожидания. В общем и целом, набор этот не будет просто так лежать, а будет использоваться. Так что, если вам это нужно, покупайте с Богом, берите. Качество хорошее, цена невысокая. А на этом у меня всё. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok